Всем привет! Наша экскурсия продолжается, и мы находимся возле Храма Христа Спасителя. От Храма Христа Спасителя через реку Москва протянут Патриарший мост. Этот мост построен примерно тогда же, когда и восстановлен Храм Христа Спасителя и назван в честь нашего предыдущего Патриарха Алексия. Храм строился очень долго. Начали его строить при Александре Втором и строили при Трех Императорах. Во времена советской власти Храм Христа Спасителя был полностью разрушен и восстановлен только уже в наше время. Очень красивый вид с Патриаршевого моста. Помимо набережной реки Москвы мы видим Кремль, соборы кремлевские. Согласитесь, очень красиво. Это вид на другую сторону. Сейчас, наверное, плохо видно, но это памятник Церетели Петру Первому. Вот там внизу, где маленькое здание двухэтажное, там жил малют из куратов. А вот это большущее здание, это было построено в сталинские времена, это был дом правительства. Даже затрудняюсь ответить, сколько здесь квартир, но здесь жили очень такие великие люди. Дети Сталина, Чкалов, Любовь Орлова, Александров. И многие-многие другие. В этом здании было и школа, и детский сад, и все, все, все. Так сказать, коммунизм в отдельно взятом доме. Вон туда правее, видите, низкое здание. Это, если можно, так сказать, филиал одной из зданий Третьяковской галереи, где проводятся тематические выставки. Фабрика «Красный Октябрь». Фабрика «Красный Октябрь». На этом нашу прогулку возле Храма Христа Спасителя закончим. Всем пока-пока.